Привет, холопы! С вами ваша иная слуга, Ора Сама. И вот у нас уже май, цитруса нет. Так что скоро я буду делать на него обзор, а сейчас давайте приступим к аниме новостям. Мне нужна доза в пару серий, Быть в инжастиках, комедиях, гареме. Вернуться в школу, снова влюбиться, Попасть в волшебный игровой мир. Я так устал, всё время злиться, Почти забыл, как любил. Дайте мне аниме миллион серий, Чтоб я до самой смерти не вылазил из постели, И в тетради смерти я б не написал ни слова, Чтобы не видеть грусть, не видеть звёзды снова, И я почти ослеп, отвижу боль, любовь и сиськи, И в конце сам стану аниме... И начнём мы, как всегда, с аниме, Дата которых ещё не определена. Жар птица, как источник тепла. Простите за мой японский. В общем, японшки, видимо, тоже поняли, Что классика не стареет, И сейчас они воскрешают Усаму Тунсуку. Ну, что ж, будем надеяться на лучшее. 3 мая выйдет 30-ти минутное ОВА Девичье обучение Ре. Это продолжение Хинтай, Который вышел аж в 2015 году. Мда. 4 мая Король призмы. Семь сияющих звёзд. 4. 10 мая. Во-первых, выйдет два фильма. День праздника кошки и кошка. Три кошки. Во-вторых, Нетфликс опять тянет свои ручонки к аниме, И на этот раз это будет аниме Кабанери и Железные крепости 3. Решающее сражение. 11 мая выйдет сериал Карточные бои Авангарда. Выпуск старшеклассника. Количество серий пока что неизвестно. И сам блодотворный день месяца. 24-е. Ходит фильм, Чьё название переводится вроде как Открой окно. Но это вообще ни разу не точно абсолютно. И так как за предыдущий фильм Из этой же серии отвечал вроде как Студия Дэн, Лично я его посмотрю. Ангел спустился ко мне. Спешл. Который был выпущен в комплекте С третьим выпуском DVD и Blu-ray дисков. Ну, Вообще, Сериал на меня не произвел Какое-то суперское впечатление. И я без понятия, Что там может быть за спешлина. И еще два спешла К виртуальному просмотру, До которого у меня все никак руки не дойдут. Триггер все еще подает признаки жизни, А потому в 24-го, Как я уже сказала, Нас ждет полуметражка Промар. И последняя на этот день Полуметражка Сумрак. Эта трагическая история Рассказывает о девушке, Проживающей в небольшом городке Иваки, Префектура Фукусима. Еще недавно девушка была полна Прекрасных грез и веры в собственное будущее. Ее заветная мечта стать скрипачкой. Однако мечта нашей героини Разбилась о камень Из-за великого восточно-японского землетрясения, Произошедшего 11 мая 2011 года. Для всей Японии тогда наступил черный день. Погибло около 15 тысяч человек. А 2576 считаются пропавшими без вести. В том числе и родители девушки. 11 марта 2011 года Было разрушено сотни зданий, Уничтожено тысячи жителей И разрушено миллионы людских судей, Потерявших практически все. Для героини же Эта катастрофа становится огромным жизненным опытом, Который навсегда изменит ее жизни радостный характер. Она больше не та легкомысленная и полная энергия девочка, Которой являлась еще совсем недавно. И теперь ей придется узнать, Как пережить горе и найти силы продолжить жить дальше. И не позволить страданиям Стереть яркие вспоминания о своем прошлом. Вообще, я тут хватаю флэшбайки с манги Цитрус. Та манга Цитрус, которая нормальный Цитрус, А не ваш рак мозга. Так что я, в принципе, посмотрю. И 31 марта. Во-первых, выйдет Люпен 3, Лош Фудзику Мине. Это будет полуметражка. И для фанатов Тяночек в очках Выйдет 30 минут на Хентай, Богиня в очках. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Оставляйте комментарии. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok